ох уж это осень терпеть ее не могу голова стала постоянно болеть но самое страшное все вообще забываю еще это осень а я это говорил короче решил конкретно заняться своим здоровьем на точнее диагностикой а то вдруг у меня что-нибудь страшное какая-нибудь болезнь альцгеймера кстати вы знаете что это такое вот и я не знаю от этого еще страшнее поэтому мы за серьезный подход сегодня мы вместе с врачом лучевой диагностики анной хоружей специально для проекта отвечает менделеев будем проверять аппарат мрт и узнаем как это странная громадная штуковина вообще помогает врачам и пациентам погнали привет мы с тобой находимся сейчас кабинете мрт предлагаю тебе провести диагностику твоего головного музыка погоди давай разберемся что такое мрт для начала я знаю ну наверное знаю магнитно-рельсовый тормоз самом деле ты прав только насчет одного слова магнит это магнитное резонансный томограф магнитно-резонансная томография безопасный и не инвазивный метод диагностики с помощью него можно посмотреть на такие сложно доступные органы как головной и спиной мозг суставы различных мастей органы малого таза и даже заглянуть в то что происходит внутри сустав это опасно наверно мне там будет больно облучение какое-то просто я слышал про магнитные кита поля сумасшедшие которые в 10 тысяч раз больше чем магнитное поле земли это за моей спиной да именно там действительно эти поля высокие на несовершенно безопасно для нас как для людей и ты абсолютно не получишь никакого изучения он настолько безопасен что а с помощью него можно делать диагностику даже беременным женщин все я готов тогда прикольно ну что пойдем да то есть я буду жив ну все давай они еще хочу спросить от если у человека калаустрофобия что ему делать тогда в этом аппарате ну на самом деле виды томографа бывают разные мы сейчас тобой пойдем в томограф закрытого типа есть еще открытого зима где магниты располагаются открытой и человека не засовывают в трубу гораздо легче это переносить и свою болезнь и и саму процедуру прикольно а еще какие противопоказания нельзя делать магнитно-резонансную томографию всем у кого стоят различные металлические предметы например а какие-то стенды шунты кардиостимулятор то есть шварценеггеру из терминатора туда нельзя да смотря из какого металла они сделаны но я думаю что вряд ли а вот смотрю меня татуировка есть а еще я видел в сериале доктор хаус там чувак залез в этот аппарат ему татуировку высосала нет но это уже какие-то совсем долго можно с татуировкой с татуировкой можно но тебе может быть чуть-чуть не комфортно она может нагреваться так что быть к этому готов возможно 2 нагреваться потому что там останется маленькие железные частички которые как раз к этому и приведут но это не страшно я буду жив и рука не останется в целом не страшно да ты будешь жив ага все я все понял хорошо человеческий организм на 70 75 процентов состоит из воды молекулы воды это один атом кислорода и два атома водорода именно поэтому водорода в нашем организме очень много причем он во всех тканях распределен по-разному и с помощью определения его концентрации в различных тканях мы можем сказать из чего эти ткани состоят есть некоторые элементы которые обладают особыми свойствами они могут реагировать на сильное магнитное поле например такое которое создается в магнитно-резонансном томографе как только человека помещают в это сильное магнитное поле атомы водорода по-своему ориентируются вдоль этого магнитного поля но это еще не все мы должны сообщить атомам водорода какую-то энергию чтобы получить от них ответ и соответственно зафиксировать их расположение это дополнительная энергия генерируется специальными принимающие передающими катушками которые мы установили сверху катушка генерирует радиочастотные импульсы которые сообщаются атомом водорода но как только эти радиочастотные импульсы прекращаются атомы водорода расслабляются или если говорить профессиональным языком и релаксируют и отдают эту энергию энергия фиксируется при помощи детекторов и с помощью специальных математических преобразований переводится в то красивое трехмерное изображение которое мы выйдем в итоге и которое мы как врачи лучевой диагностики можем расшифровать но иногда одних изображений нам недостаточно и нужны специальные помощники в виде этих помощников выступают контрастные препараты в основе этих контрастных препаратов лежат парамагнетические вещества и один из них это годолиния контрастные препараты помогают нам грубо говоря подсветить те проблемные участки которые есть в организме и с помощью этого как можно более точно и тщательно поставить диагноз ну что ж у меня для тебя две хороших новости так во первых мозг у тебя есть есть я знал во вторых с ним все хорошо там я еще видел извилины больше одной правильно вот моя девушка говорит что она у меня одна и еще мама тоже так говорю я считаю нобелевский лауреат не все так просто на самом деле все дело не в том сколько этих извилин а в том как эффективно и качественно устроены связи между нервными клетками понятно но у меня нормально по томограмме сказать сложно в общем все нормально ну хорошо а сюда можно записать музыку поверьте да я шучу ладно спасибо это не повод хандрить так все хорошо да не хандрите меня и в вас пока пока